Из беседы преподобного Феофана Сотворника. Вступающий на путь христианской жизни, еще слабый, больной, неустроенный, должен уже обладать великою силой и крепостью, иначе падет под готовую ему тяжестью, скорбей и подвигов. Сила, делающая его выносливым и все его труды плодоносными, есть ревность, усердие, тщание, забота о богоугождении и спасении души. Как ищущий верного сокровища не смотрит на трудности, не задерживается и не устрашается препятствиями, так и христианин, когда имеет ревность, искание все одолеет и пройдет безбедно все пути. Искание все доставляет. Ему Господь дал особое обетование – ищите и обрящите. Искание есть жизненный дух, с погашением которого замирает жизнь. Это огонь, принесенный спасителем на землю – это его свет и жизнь. Вот чем запастись должно, вступая в делание заповедей и ощущения страстей. Без того нельзя и начать этого дела в истинном духе. А если и начнет кто, то будет трудиться без плода, вяло, из-под воль. Это праздное делание. Много людей есть в проходящем подвиге и делании, но без плода. Плод от духа, а дух Божий – в ревности. Приходит он в страстную и нечистую природу через сродные с ним и с нами подвиги или правила жизни. И там полагает целение, врачует и совершает. Следовательно, подвиг, делание, проводник благодати и путь или нить, приводящий дух ревности. Потому-то все отцы особенно настаивают на том, чтобы не погасал сей дух. Святой Исаак Сирианин называет его псом лающим и заповедует непрестанно раздражать его. Святой Кассиан, потерявший сей дух, почитает таким, коему Господь сказал, «Им имею тебя, избливайте за то, что ты не теплый и не холоден, вял, делает, не делает, или кто делает, того не делает». Макарий Великий говорит, «Ищи и толки, в этом начало, эту дверью входите. Ты только ищи, а Господь не забудет своего». Чане, имеющие уже и сообщается с Богом, святой Варсонофий почти непрестанно повторяет совет, «возгревать в себе огонь, принесенный Господом». «И у лестничника ревность, то есть огонь, поедающий форост, то основание доброе, надежное и безопасное, потому-то он заповедует спешить восстановлять ее, когда случится погубить каким-нибудь образом. И нам думается, что лучше заменить ревность твердостью произволения или воли, опасаясь от ревности опрометчивости. Но твердость воли опасна, она близка к расчетливому рассудку, холодному равнодушию и действованию эгоистическому. В мире она идет в христианской жизни, опасна. Опасна и ревность, если ее оставить одну, но кто оградил ее послушанием или отречением о своей воле и разуме и связал правилами, тому нечего бояться. Только ревнуй. Ревность, правда, предполагает быстроту действования, но не опрометчивость и необдуманность. Она означает, иди, не мешай, не стой, гони с усердием, но гони по указанному и определенному пути под надзором. Все строение этой ревности можно выразить так. Ищи в надежде, без определения и непрестанно начинай. Это мысль святого Макария Великого, которую он почти непрестанно повторял. Очевидно, что недостаток чего-нибудь из входящего сюда или портит ревность, или расслабляет. Впереди много труда, много опасности. Иди, будет плод, земледелец трудится в поте и ест хлеб. Тоже и у тебя. Скоро минуешь скорби, вступишь в покой и насладишься. И здесь, внутренно, и там. Ты вой, смотри на венец, и не бойся смерти. Скоро явятся знаки чистоты, начатки удобрения сердца. Чем решительнее, тем скорее, лучше и спасительнее. Гони, делай, трудись, но не определяй плода. Плод есть дар Божий ради труда. А дать дар воле деятеля, то есть Бога. Потому что, чтобы ты не сделал, не говори, достиг или достигну. А если достигну, корабельник три четверти пути проплывет, и все еще не доплыл. И не может сказать, доплывет ли. Так и ты никогда не считай себя достигшим, а только ищущим. Умолению страстей не верь. На крепость своих добродетелей не полагайся. Все может погибнуть в один раз. Не назад смотри, а вперед. Все, что имеешь, Господь дал. В его же власти и взять обратно. Потому ничего не должно считать верным. А взывать только Господи, спаси мя. Ими же вести судьбами, спаси мя. Потому никогда не говори себе. Ну, теперь довольно потрудился, можно и отдохнуть. Такая льготность послабления, первый враг. Помысл будто бы и малый, и слабый. Но он самый коварный изменник. Он отворяет врата врагам. Кто примет его, тот падет. Святыми отцами он замечен. И всякому начинающему непрестанно внушается. Смотри, не говори, уже довольно, можно и послабить. А говори, зачем ты здесь? Или, что ж ты мне ничего не делаешь? Или обращаясь к Богу, молись, чтобы Он помог тебе положить начало спасению. И непрестанно начинай. Непрестанно начинай и напрягайся. Но о льготах и думать не думай. А так и сложи в сердце своем, Что тяготу и труд тебе нести по самую смерть. Что впереди не облегчение, а все приутруждение. Вот истинное строение духа ревнующее, безопасное, прочное, Не дающее ни ослабы, ни необузданной горячности, На самонадеянности, не самонадеянности, не самомнения. Епископ Сеофан Затворник